МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фестиваль традиционный, его уже ждут, специально люди приезжают для того, чтобы на него посмотреть. Это визитная карточка Хабаровска, а вот для военного оркестра штаба округа, что это такое, этот фестиваль? Для военного оркестра штаба, для музыкантов Восточного военного округа это новая страница. Ранее фестивалей такого уровня и такого масштаба на Дальнем Востоке не было. И для нас это, конечно, ответственность, это плановая, систематическая подготовка в течение года. То есть мы готовимся, конечно, задача номер один, это к параду, к музыкальному обеспечению парада войск Хабаровского гарнизона. И задача номер два, это параллельная подготовка к музыкальному фестивалю «Аморские волны». Мы подбираем репертуар, выучиваем произведения наизусть, готовим движения, рассматриваем людей, мы рассматриваем участников, с кем могли бы принимать участие в фестивале. Ну, вы так говорите, очень сухо по-военному, что рассматриваем, готовим. А когда видишь потом ваши номера, они очень легкие, они же прям какие-то такие очень артистичные. Это специально делается для того, чтобы это было интересно смотреть? Военный оркестр в Восточном военном округе, один военный оркестр штаба, он выполняет задачи, которые, допустим, на Западе, в Москве, эту функцию делят между собой оркестры. Есть военный оркестр почетного караула, он выполняет задачи образцовые, по встрече международных делегаций, визитов в столицу к президенту. Военный оркестр Центрального министерства обороны, он выполняет различные функции по концертному обеспечению. Военный оркестр штаба Восточного военнокруга, он обеспечивает мероприятие различного уровня. И, как говорят, и в горести, и в радости, это везде военный оркестр. А фестиваль «Амурские волны», он дает нам возможность проявить себя разносторонне. Он дает возможность нам показать, что военный оркестр, он может исполнять не только церемониальную музыку, не только официальную, протокольную музыку, он может исполнять в том числе и музыку в сопровождении, допустим, с образцовым ансамблем «Танцы. Радость». Причем мы их приглашаем, мы взаимодействуем, мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. И как мы видим, что это определенно имеет успех и у зрителей, и у самих участников. Музыканты учат произведения, готовят их, мы накладываем движения, смотрим, чтобы это все смотрелось органично, чтобы это было со смыслом. Конечно, было бы наивно с моей стороны спрашивать сейчас, что вы такого подготовили, особенно на этот год. Но может быть хотя бы чуть-чуть. Вот в прошлый раз у вас был мастер со скрипкой, прекрасное выступление, было очень красивое. Что в этот раз? У нас форма выступления, она традиционно похожая. То есть у нас есть определенный выход, уход. То есть мы исполняем музыку для выхода, это будет флейта-брабан. Далее мы исполняем попури на темы песен о оркестре, духовом оркестре. Это будет интересное сочетание исполнения данной музыки и довольно-таки сложных приемов и движений в движении. Вот. Затем у нас будет традиционное выступление с ротой почетного караула Хабаровского гарнизона. Оно всегда вносит такой позитивный заряд. Вот это ребята, которые принимают с нами участие, это обычные призывники. Это военнослужащие по призыву, которые служат год. Вот. И замечательную для них проводит подготовку командир роты почетного караула Александр Левчик, его помощники. Они с самого начала фестиваля с нами взаимодействуют. После выступления с роты почетного караула у нас определенный сюрприз, но о котором я могу уже смело говорить. Почему? Потому что мы спланировали участие сводного оркестра в своем выступлении. И на перспективу мы планируем, чтобы сводный оркестр уже выступал самостоятельно, равно как и оркестр штаба. В те годы мы привлекали сводный оркестр Хабаровского гарнизона лишь только для пролога и для финала. Но для любого музыканта очень дорого и престижно участие в таком фестивале, как Амурские волны. И в этом году мы сделали номер, то есть после выступления с роты почетного караула сводный оркестр выходит на музыку Сергея Трофимова «С нами Бог». В это самое время военнослужащие Восточного военноукруга показывают рукопашный бой. Мы это делали уже в поза том году. Это совершенно уже другая будет, другая композиция. И я думаю, что вот эта подача, вот эта массовость, музыка подобранная и другие заготовки, о которых сейчас не буду говорить, чтобы было это интересно. Но сам по себе, да, вы видите, мы исполняем музыку по пури на тему песни на духовом оркестре. Потом мы исполняем рота почетного караула, это торжественный марш юрьевского полка, то есть классика. И в финале мы исполняем, это уже, можно сказать, классика современного рока, да. Обратите внимание, разнообразие композиций, разнообразие жанров, но они сочетаются. Они сочетаются, мы уже это попробовали, мы уже это сейчас репетируем, пока мы с вами здесь разговариваем. Параллельно сводный оркестр Хабаровского гарнизона готовит эту программу. И я думаю, что она обязательно, как говорят, выстрелит. То есть музыканты обладают серьезным оружием, да, которое при достойном его использовании, да, и правильном подходе, оно попадает точно в цель, а именно в сердца наших слушателей. Слушайте, ну вот я вот не могу, я хотела этот вопрос позже задать, но я задам сейчас. Откуда вы это берете, вот когда вы составляете композиции, когда вы решаете, что туда войдет, что, во что, каким образом перельется, да, музыкально? Откуда вы это берете? Точно так же вопрос о манере исполнения. Вот, да, я вас видела первый раз на 150-летии Хабаровска. Я сразу обратила внимание, что это нестандартное для нас исполнение. Я, может быть, не следила за тем, как работают оркестры военные, другие, ну, просто не обращала внимания. Ну, точно я это видела, и никто так не работает со своим оркестром, и нигде нет вот этих вот артистичных жестов. Откуда вы это берете? Как вы это придумываетесь? У нас хорошая школа, наверное, одна из лучших. Это сейчас называется военный институт военных дирижеров военного университета. Он находится в городе Москва. Ранее это был военно-дирижерский факультет при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Ильича Ильичковского. Вот, его закончил в свое время и мой отец, поэтому с выбором профессии у меня, так сказать, проблем не было. Мне отец сказал, вот, получишь образование, понравится, молодец, если, как говорится, не понравится, станешь человеком. И действительно, это образование, там прекрасные преподаватели, они несут такой объем знаний, который потом позволяет применять на практике то, что в тебя заложили, да, нам говорили, вы сейчас впитываете это все как губка. И действительно, город Москва, столица, да, где находится военный наш университет, военный институт, допустим, участие во всевозможных мероприятиях. Первое это как парад, да, музыкальное обеспечение парада. Мы видели изнутри, как это все готовится. Это все непросто, естественно, все от простого к сложному. От банального изучения музыкального инструмента, да, от изучения оркестровой партии, потом от работы в группе, от работы в оркестре, от сдачи партии наизусть, да, от этого, казалось бы, вот это все ступень за ступенью, и оно все приводит уже, вот ты стоишь на параде. В части, касающейся манеры дирижировать, вы знаете, есть такое правильное, довольно-таки точное замечание по поводу дирижирования, что это темное дело, что на самом деле дирижер, он учится всю жизнь. Потому что это, вот, так сказать, изображать, да, руками, ну, это можно научиться за год. А вот вкладывать в это определенный смысл, да, содержание, и здесь, безусловно, требуется огромный опыт, жизненный опыт, да. Какая-то энергетика же. Конечно, конечно, это импульс музыкантам, это ауфтакт, да, ауфтакт, это когда дирижер показывает музыкантам, всему оркестру, где взять дыхание. То есть, чтобы это было однобразно, чтобы это было одинаково, за этим и следит дирижер. Потому что у нас, безусловно, замечательные исполнители в оркестре. У нас и народный артист Вячеслав Трофимович Захаров. Конечно, его опыта с лихой хватит на всех дирижеров Хабаровского гарнизона, вместе взятых. Но, когда такие музыканты, да, сидят в одном оркестре, они должны подчиняться воле творца, да. В данном случае инструмент – это оркестр, а творец – это дирижер. Дирижер должен привести со своей группой единомышленников, оркестром, должен привести к результату. Военный духовой оркестр, он применим в различных, так сказать, областях, да. И различные у нас праздники бывают. Бывает, вот, допустим, марш-парад по центральной улице, да, это музыка в движении. Здесь исполняются марши, которые мы прекрасно знаем, там, марш автора Рунов, столичный марш Чернецкого, марш танкистов. То есть мы исполняем музыку, которая годами, годами уже привела такую некую популярность среди военных музыкантов. Вот, и она традиционно, да, передается бережно из поколения в поколение. Но, безусловно, и есть современные авторы. Допустим, Валерий Михайлович Халилов, который оставил после себя богатое наследие и прекрасные марши, допустим, марш «Генерал Милорадович». Этот марш сейчас будет исполнять оркестры на втором туре смотра конкурса, который пройдет в Москве в конце августа. Во всем мире существует богатое множество фестивалей. Мы очень рады, что на Дальневосточной земле появился фестиваль «Амурские волны». Фестиваль – это праздник. Праздник – это радость людям, да. Мы, как исполнители, мы должны предусмотреть различные… У нас довольно-таки насыщенный инструментарий, да, для показа всего того, что мы задумали. Мы говорили уже о Валерии Михайловичу. Он инициатор этого фестиваля, он его первый художественный руководитель. Он знал, в какую сторону и как он его выстраивает. Тем более, что он точно так же когда-то создавал «Спасскую башню», да. А в этот раз, в третий год, как его нет, да, как-то меняется фестиваль? Или он продолжает развиваться в ту сторону, в которую вот он задумал? Конечно. Валерий Михайлович заложил традицию проведения фестивалей. Это и «Спасская башня» на Сахалине, это «Амурские волны», и в Тамбове музыкальный фестиваль проходит. Но, безусловно, для нас главный фестиваль – это «Спасская башня». Туда целая очередь участников, международная очередь участников на несколько лет вперед. И отбирают там до 15 стран принимают участие. И очень довольно-таки малое время для выступления, буквально 5 минут. То есть, представляете, да, минута, Красная площадь, она огромная. Минута выйти, минута уйти, и остается 3 минуты на выступление. Но, несмотря на довольно-таки суровые, жесткие рамки в исполнительстве, данные традиции перенесены и на нашу дальневосточную землю. Но, так как здесь участников не такое множество, да, мы позволяем себе по времени немногим больше. То есть, мы выступаем где-то 12-16 минут. Чтобы это было интересно и разнообразно, мы, конечно, привлекаем в наше исполнение, в наше показательное выступление и роту почетного караула, и военнослужащих Восточного военного округа. Иностранные оркестры привозят, и цирковые группы, вот, сами танцуют. То есть, это все органично, и все это получается такой некий синтез жанров. Уникальность фестиваля в том, что в одном месте встречаются разные культуры. Приезжают со всего мира, к нам приезжает и Евросоюз. В этом году к нам планирует приехать Чешская республика, да, представители. И тогда, когда все собираются в одном месте, безусловно, у нас внутри присутствует некая соревновательность. Это не Олимпийские игры, но, безусловно, мы друг на друга смотрим, мы общаемся друг с другом, мы выступаем друг перед другом. И мы стараемся, конечно, показать свое творчество как можно ярче, как можно краше. Мы стараемся произвести впечатление, безусловно, положительное. Так как это международный фестиваль, мы, безусловно, должны играть в больше пропорционально отечественную музыку. Как и говорил, как и требовал генерал-лейтенант Валерий Михайлович Валилов. Почему вам, ну, вы, наверное, точно знаете ответ, но почему так нравится людям вот на все это смотреть, в этом участвовать, наблюдать? Почему нравится такая музыка? Вы знаете, я думаю, что в своей доступности. Потому что, когда военный оркестр, вот он просто даже еще не играет, уже люди подходят и спрашивают, а что здесь будет, да? Или подходят и спрашивают, а что, уже все прошло? То есть люди интересуются, людям нравится. А если оркестр еще заиграет, то уже не один десяток людей окружает. Ну, это как магия какая-то, да, она привлекает людей. Я думаю, что, потому что музыка, она призывает, тем более музыка в исполнении духового оркестра. Духовый оркестр вообще исторически задумывался, как оркестр для уличного исполнительства. То есть это яркий, яркий коллектив, в отличие от симфонического оркестра, который, безусловно, требует помещения, да, в акустическом отношении и в каком-то эстетическом отношении, да, когда прийти, снять одежду, повесить, все, пройти в зал, сесть, определенно какие-то манеры, да, это все обязывает. А духовой оркестр, вот смотрите, он на улице, он сам, вот он уже стоит, заряжен. Вот, человек, допустим, идет, о, увидел, допустим, или тренировка парада войск Хабаровского гарнизона, да, он раз и задержался на час, послушал, какие произведения исполняет оркестр, да, каким образом он исполняет. Допустим, конечно, оркестр, когда бодро играет, и военнослужащие также с желанием поднимают ногу, да, потому что вот этот импульс, который исходит от военных музыкантов, он заставляет, заставляет людей невольно, да, подтянуться, расправить плечи, улыбка нарисовывается, да, на лице, потому что в этом определенно заложена вот эта глубинная, вот эта, да, смысловая составляющая военного оркестра, это вот звать за собой, да, это вот такой призыв, призыв вот встать и пойти. По телевизору вот военный оркестр стоит, играет, но он мне интересен по долгому и специальности, а вот так вот бы я не смотрел. Безусловно, вживую вот это уникальное исполнение, да, рано как и театр. Нам интереснее смотреть, когда все действие разворачивается вот на твоих глазах, да, когда слышно дыхание человека, да, когда слышишь и видишь это все, вот эту полную картину. Телевидение не способно доподлинно вот это все передать, всю вот эту полноту эмоций. Вы же спиной стоите к аудитории, вы чувствуете реакцию? Да, безусловно, конечно. И вы знаете, это такая вот довольно-таки тонкая нить между исполнителем и слушателем. И я всегда стараюсь работать с музыкантами таким образом, да, и призываю их к такому качеству исполнения, чтобы, я говорю, вы должны исполнять эту музыку, да, как если бы вы ее сами написали. То есть это должно быть, одним словом, убедительно, да, должно прежде всего понравиться нам, чтобы это понравилось вам, чтобы это было интересно слушателю, да, вот, потому что слушателю совершенно неинтересно, да, какие у вас там проблемы. Слушатель пришел порадоваться, он должен увидеть, ну как, он хочет увидеть, он хочет увидеть вот праздник, он хочет увидеть некую какую-то мысль, да, он хочет увидеть, а мы, мы в свою очередь обязаны оставить в его памяти вот, да, вот какую-то вот такую вот фишку свою, да, вот, или это солист, или это какая-то вот массовость, или это вот то, что что-то, чтобы зацепило, да, или это такая вот музыка, да, вот она совершенно неожидающая услышать в исполнении духового оркестра. Вот, как я вот уже привел пример, допустим, Сергей Трофимов «С нами Бог». В этом году это будет премьера, это будет, вероятно, самое большое дефиле, которое мы ранее еще не показывали, это будет дефиле, рассчитанное на более чем 100 музыкантов, а именно 110 музыкантов. Дефиле такого еще никто не делал. Если утвердит главный руководитель, наш художественный руководитель фестиваля, я думаю, что мы обязательно это сможем продемонстрировать. А вот это мы и увидим с 27 мая по 2 июня, собственно, это те сроки, в которые будет проходить фестиваль. Желаю вам удачи. Спасибо. Мы сегодня говорили с начальником военно-оркестровой службы Восточного военного округа подполковником Вадимом Пахомовым о фестивале «Амурские волны». Всех приглашаю. Посмотрим. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.